Тихонечко 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 Звук Ты ещё клоуааа Олень? Ну здрсуаай Да ты серьёзно Да ну нахер! Пошёл к чёрту! Сука! Я тебя найду! Ублюдок! Я вижу тебя! Думал, ещё один. Куда эта скотина делась? А, это же гнида. Да! Зараза! Думал, инь! Да, да ещё шёл твоё говорит! Это локом маката... Вот тогда Ц subtит. Нижнегоired previously просто крошли間. Чёрт! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Сейчас я посмотрю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok Добавлю DimaTorzok стоило и отдай ко мне апельсинки охренеть с ним давайте так м бывай не уходи я скучаю доброе утро мистер по доброе доброе утро мистер найт извиняюсь пока я не буду говорить, что я планирую, что мною нахи а как ваше лицо после вчера меня же слышно да я снул вот опять сидки и рассчитать меня да 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 в принципе нормально чудно чудно Роджо я понял подождем нам не к спеху чудо не обещаю, за вкус тоже насколько я понимаю это должно быть не дурно вполне себе вишневый пирог с апельсином звучит ну и непритерно и экзотично ну только могу пожелать приятного и пить а рассчитать? да да сейчас посчитаю блин а ром этот у нас капитанский по 55, да? да так, мне сегодня нужна будет помощь в доставке товара окей да, стробери о, капитан у нас были с по какие-то еще дела но я так понимаю руководителями по если мы их отлагаем доллар 90 мы можем короче точно можете или да, вносом хорошо, тогда ждем пола ну Роджо то если желаешь, что там наши девушки появятся ты кто-то будет еще работать можно сидеть да говорится лишняя деньга сейчас не помешает так это сюда так это пожалуйста, приятно где-то а, ну мог оставить из себя на чаевой спасибо спасибо всегда пожалуйста вот так и мир захватываешь на чаевой мне давай ж да я спу ну я шоу мне купил ж Ужас, у нас кофе литрами пьют, я не успел его готовить. Ну вот, я же говорил, будет чудно. Я рад, что вам нравится. 15 центов, я кажется, прилипли центы, можно от них в руки дать сейчас. Ну да, передай. Ага, спасибо. В принципе, только по-три ничего не изменяется. Доброе утро, мистер. Доброе. Кофе? Доброе. Да, да. Ага, сейчас. Кофе горячий. О, прекрасно. Не важно, вы видите, мистер Ай. Да, его волк вчера подрал. Что? Да. На нас целесом напали, вот, пришлось отстреливаться. А вы будете я потом писать в газете? Или это товарища? Нет, у меня рука же не работает, как я буду об этом писать? А если? Что, Элис? Напишет, а отдохнет в редакцию. А я не спрашивал, не умеет ли она писать вообще. А, ну подождите, а как она вам помогает? Морально. Я думал, она ходит с вами, вот эта вот листочка, вот эта вот пишет. Кстати, отличный комплимент для человека. Ты моя листовочка. Вы думаете? Ну кому-то, может, это и понравится. Я бы не рискнул. Тело, конечно, нас плясывали с головы. Угу. Угу. Да, поэтому сегодня не важно, сочетаться. Замечательно. Но факт. Да уж проверять, это никто не будет, да? Зачем? Вот. Я тоже думал. Вы мне сами сказали, не думать. Как это? Вчера вроде. Скажем, что я много надумываю, не думайте. Нет. Не верно. Понята фраза. Но накручивать, да не стоит. Кого? Я никого не крутил. Удочку. Удочку точно скручивали. Но это было давно и неправда. Ну, видите, проблема решена. Сейчас я вообще ничего не смогу делать в ближайшие дни. Недели. Месяц. Подождите. Вы можете все то же самое делать, только вам нужны лишние руки. Чужие. Вы хотите стать моим телохранителем? Вряд ли. Но можно попробовать. У нас сейчас много дел. И они в основном не в городе. Они с мистером По. А. Не знаю. Опасно это все. Ну, да. Как вам и не страшно? Эм. Ну, как говорится, волков бояться в лес не ходить. Не все время же сидеть тут в четырех стенах заперти. А. То есть для вас в город четыре стены? Нет. Можно, конечно, и в городе, но город не меньше опасностей ничего несет. Волки могут и сюда прийти. Меня собака сегодня, как только я проснулся. Олень сшиб. Он на дороге меня встретил. Я ему говорю, не смей, сволочь. Мы бегали кругами, я пытался его все-таки пнуть, но это сволочь меня переселил. Роджик. Мерс же ответил на ваши вопросы в газете. Еще ты там немножко не тот вопрос был, но в принципе да. Неплохой ответ. Как обычно, что тогда обещаю. Мне ссылается на других. А. Я же говорю, хорошо ответил. А получается Роджа оружие на руки? На меня. Конечно. На меня. Не, да. Что? Я всего лишь ответил. Руки помощи. А. Мне всегда помогает. А по поводу опасности, извините лично, я когда все лезу, мне в срачке страшно. Так, а что не происходило за эти дни последние интересные? Все было вроде бы на вашем вину. Не. Не. Слушайте, что пропустил. Ты мне теперь на самом деле тишина полнейшая. Город вымирает потихоньку, переходит опять вот этот момент засыпания. А мне кажется, он расширяется, поэтому людям на друг друга все равно. что? Как с Индыни, вот. Возможно. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Извиняюсь. Не смотрел в вашу сторону. Поесть попить? Ненормально. Позвольте вас угостить за то, что вы лезете. лечили мои побои. Ну, думаю, чашка кофе мне пойдет. За мой счет. Вы же посмотрели, я же видел. Че? Да. Чуть-чуть на штаны. На штаны. На штаны. На штаны? Да. Кажется, я что-то не до... А что с моими штанами не так, я не понял. Никит. Я не на ваши. Ага. Главное, слышал, что я оплачивает. Принес вам. Бывает. Я подогрину. Без дышу можно спросить вопрос. Когда мне идти на перевязку? Сегодня. Ну, когда вы освободитесь? Но сейчас я выпей кофе, я могу заняться пехопязкой. 40 центов, капитан. Я забыл оплатить вообще. Столько центов нет, так что вот. Поверьте, я не дал бы вам забыть, что вы забыли. Слушайте, всегда хотел спросить, а кто вот эта женщина на фотографии у вас сзади? Ты думаешь, я знаю? А откуда тогда у вас этот ход? Она там уже висела. Мне было лень ее убирать. Задача, пожалуйста. Ладно, я узнаю про нее. Удачи. Потом расскажешь. А вдруг найдет? Туда познакомь. Как все просто. Роджи, вы мне дали два раза. Нет. Да, да, да. Нет. Одна дача вам одна. Не, не, не. Возьмите свой. Ну, что? Родила? Вот оно утро. Доброе утро! Доброе утро! Мало, все. А вам злой! я попозже мистера это как вы но надо съездить там срок верю попросить нормально лишний крупцы гринит основные потерял вы так громко в этом не заявляется только все это садите на перевязку мы что-то за мной есть 0 вместе с ничем оставлю на хранение вот это ладно газетку вообще все как обычно приезжайте на ферму забирайте повозку везете товар на строго ревакурина понял хорошо спал тогда со мной поедешь на мире ладно надеюсь не скинет меня я тоже а ну да если я полечу то наверно тебя с собой хочу и так чтобы не упасть и так чтобы если упадут тебя с собой не утянуть а ну да а вот еще название улицы какой-то точно вот я вспомнил еще одно название улицы но с это вот на букву на меня вовак вопите да я просто это да я вы прочитал но не в настроении читать а вот и почти не упал капитан еще отлично хорошо капитан почему вас капитан называем а я разве не объяснял капитан ничего так это ничего звание треска это не девается давайте ускорим не знаю называйте тогда меня господин потому что у меня звание господин не проблема капитана видно невыраженным взглядом а вот господи как-то как-то не рассматривается ну привести забрать и уехать а вот и про цветовый клуб не спрашивает да пол у меня че даже челюсть заболела окошко а что со светочный из клуба ну вы спросите и узнаете а это иди спрашивай я уже спрашиваю у вас в струбере просто честно я тоже о нем ничего не знаю вот за спрос почему-то очень больно быть в челюсть а даже так? тогда зачем вы мне предложили спросить? а вдруг вас испугаются и не будут бить по лицу кстати как вариант ну да это классно а за сдачу там будут это? за отпор этому цветочному клубу будут сажать? да я просто к полу прицепился какой-то пьяница когда его спросили они подрались и нет это другой случай меня второй раз избили ну да второй раз как сообразил уже оба лежат в мае как сообразил уже оба лежат в мае так мы приехали да получается ну это если покушаем ну это если покушаем так ну пока там все расширяется я вкурю 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 понятие ну и есть ну и есть главное что бы моё имя не это а то я не хочу опять целую неделю пить эээ сок так я не хочу опять целую неделю пить ээээ сок А то еще воды. Я понял. как все забыл как пацана зовут а точно я думаю что это такое не знаю сейчас похоже на канаду по моему там что то горит да я вижу кто это там а конь не смей ты издеваешься я пытаюсь думая надо сообщить в голове а 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 Полундра на нас напали. Зовите жандармов, там проблемы. Побы тоже уже здесь, я понял. Видели этих жандармов или где они? Где Поб? Поб в Солуне. Все, давай, хорошо. Я у Солуна вместе с мистером Поб. Хорошо. А что там? Никого? Ну, я не... Пусть здесь. Полицию видели? Нет? Без понятия, я Эмиля сегодня еще не видела. Да, да. Там жесть, нам нужна гвардия. Продолжение следует. О, я вас знаю. Так, я так понимаю, там кого-то уже подняли на уши. Капитан, подвезете? Да, хорошо, ладно, держи руку. Садись. Я могу стрелять, но не так точно, но постараюсь помочь. А где ваш черный карабин? Он пригонял у Анжелин. А, достаточно. А вот и она. За ними или за местами? Или за местами? Ну, на ранчо, на ранчо. Понял. Мне кажется, там уже может не оказаться, что тушить. Я не знаю. Слушайте, капитан, а вам не кажется, что это отвлекающий маневр? Не знаю. А чего? Мне кажется, это... Люди просто отвлекают. Сейчас все поедут, вот, например, доктора поедут на ранчо. А в это время в городе что-то произойдет. В городе дофиге людей. Они же не бесполезны. Ну, а часть сил просто оттянуть. Часть? Город-то какой. Ну, у старших офицеров, например, да? Полицейского департамента. А остальные станутся... Врача более квалифицированы, например, Анджелин, да? Останутся только санитары, которые не смогут оказать должную медицинскую помощь. То есть, людей будет недостаточно при количестве раненых. Будем посмотреть, как оно повернется. Это может повернуться как угодно. Ну, в общем, нами манипулируют. Может, может. Не исключено. Я настолько тря... Стекол как трязвушка, что совсем не скажу, что... Прямо... Скажу. Вот нам. Кажется, мы на месте. Наживались. Я до этого... Все. Я не успел протрезветь. Как удастся без алкоголя. У вас оружие-то есть? А... Однополе... Ой, мач... Вот, да. Шпага и... И, блядь, мачи, ты. Однополе всего. Ну... Ильбанут. Вступает. Наши бежите нехеренат. Наши бежите нехеренат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Далее Далее Пофесс frosting Субтитры создавал DimaTorzok Далее Субтитры создавал DimaTorzok Это похередения Субтитры создавал DimaTorzok Катер moments Далее Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока Я не на вас, я возле. Я не на вас, я не на вас. Я не на вас, я не на вас. Я не на вас, я не на вас. 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 Я 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 на вас. Не могли его никак остановить, он побежал в эту сторону прямо к ним. Такой молодой мальчик. Тоб же не жалко, что ли? Жалко, а что я мог сделать? Я же говорю, я видел, он побежал не от врага, а побежал в их сторону. Мы ничего не могли сделать. Остановить его не успели. Пуля в спине, где позатило критически важные оконы. Так. Капитан? Ну, он разошелся, разлиться, да, он не просто выпускает пары в поле. Ох, повечем, что за мир такой, где дети погибают. Уотвратительный мир, уши, а вы другого насырает, вы его знали. Я понимаю. Местер Найт. Жалко как-то, а? Вы узнали, пацаны? Так он в Савунии помогал. Местер Найт, я так понимаю, он же с этого ворачил. Местер Найт задает. Да. Местер Найт. Был здесь, ходил, зад, вперед, я вправо. Попросил найти Эрни, ходит хоть даже, если это хватило. Что попросил? Наверное, попросил найти Эрни, мистер Найт. И сам еще пошел искать. А, ну он, он шел в ту сторону, мистер Найт, если что. Ну, мальчик, мальчик, он не забыл. Ну, пойдем его искать тогда. И он нельзя оставлять здесь. Само собой. Если они приятели, мы не знаем, кем они были и кто они такие, то мальчик тут ни при чем. Литан, да, да, вы правы, пойдемте. Постоим, отдадим честь. Если нет, еще ходит? Конечно, нет. Да и не ходит. Почему его, блядь? Эх, сука. Им пиздец. Кому? Кто это вообще был? Кто это? Да, блядь, я нанимал. Ладно, мне пришло письмо однажды с просьбой заставить товара в салон. Валет, это, Валентайн. И предлагали большую сумму. Вы хотите сказать, это другой город виноват? Им что-то не понравилось. Нет, это все одна банда, которая решила устроить засаду. Я отправил разведчика в ту сторону. Вот, там нашел блокпосты на подъезде к Валентайн и патрули. Салай, я отказался наставлять. Как? Я, я только что-то капитан. А, нападите со мной, не ходь. Вот, и мне слова. Это имели, блядь. И вот. Тому выживший. А какого ляда он тут делает? А, я видел, как он ползает, да? А, я видел, как он ползает, да? На самом деле, сказалось, что он не жил в городе. Капитан, если это часть этой банды, сколько, какое у него количество, сколько у людей, сто, что ли, штуку играет? Представить вообще не имею. Мне кажется, это вся банда была не так. Мне кажется, нет. Налетели, нафиг, раньше. Пришли отбивать. Ну-ка, расскажи нам ты тут, какими судьбами. Мне кажется, что лучше полиция расспрашивать человека, а явно не вам, тем более в нетрезвом состоянии. Я... Секол, как резвушка. Да, да, да. Рассказь... Прошу, ладно, не забывать. А что вы тут все... А, ну да, открываете, точно. Ну, уже отбили, наверное. Я видел, как ты ползает, Галикар. И вы промолчали? Черт, мы в Англии вы видите, в итоге выстрелить случайно в человеке. Магали. Чего это было уже, когда все, всех расстреляли? А, когда все расстреляли. Ну, вот увидела движение сараи. Стойте. Там еще, там, куча людей каких-то. Ну, тут они там, там, шлисты, литров, вроде. Это... Хороший или плохой? Пока в нас не стреляют, но на готове, да. Что случилось? Там вон толпа большая шва какая-то где-то. Что это за контакт? Блин. Род выжившего. Присмотрись, вся в одной форме, я понятия не имею, кто это. Там я бы зашел с другой стороны. А я бы еще следил за Санклером. Что-то поломало фреймрейт. Угонь. Скачки. Так, пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, надо будет это, наверное, этим капитану засвидетельствовать для расследования. Мы не таких именно, а похожие одевались. Я понимаю. Босяки. Капитан, а где вошел лошадь? Я же говорю, она очень далеко куда-то убежала, я ее даже не заприметил. А давайте-то вернемся на то место, куда мы приехали. Она словно бы решила отправиться обратно туда, в город. Конечно. Ага. Давайте оседлаем дикую лошадь. Я не умею. Я тоже. Следовательно, у нас вряд ли выйдет. Как насчет такого? Мы ее, кстати, схватим на лосу и на ней доедем, она вас будет тащить. Такая себе идея. Ну, тогда ждем доводнения, кстати. Там, мне стороны, он скорбит, продолжает. Ну, лучше бы тогда не трогать. Уверен? Одному оставаться? Ты видел, сколько их тут? Ну, вот, с нами поедет, мне кажется. Он здесь не останется. Ну, хотя бы за ним глаз на глаз. Чтобы не отставали, мы от него. Ну, видите, я сам, у меня рука перебит. Конечно, конечно, я понимаю. Сам, ну, тоже нужен глаз на глаз. Ну, капитан, тогда видите. Если что, берите мистер Найта к себе в седло. Ну, коня вообще нету. Садитесь к полу в этом, на луговую, что он вас доставит в город. Ну да, у меня сторона, это вам лучше сесть к полу, он вас доставит. Вы решили... А пост с этой стороны? А была досадная ошибка. Ну, вам помочь стать? Нормально. Похватай его и в аптеку. Давайте забивайтесь. Вы получаете, пешком дойдете. Получается, да. Я не думаю, что я его здесь на еду, на полях своего коня. Это мне наважалось мисс Дэшу, она сказала, что вы ее раздражаете. Мисс Дэшу? Я ее видел всего один раз, когда она была в повозке без сознания. Ну, не лестик, не лишний раз. Видите, какая ворчу не. А-а-а. Это Анжелин, вы, правильно? Да. Помни, с ней отношения порт не хочется, иначе от этого зависит мое лечение. Так что, прошу украсить, не давите на нее лишний раз. Я не давил на нее, я лишь попросил ружье, которая ваша. Это даже такой раз лежит. Кстати, это не ваш конь. Может. Ну-ка, посвистите. Не, мой был вороной, но... Это... Это... Чей-то из наших, наверное. А если не на что... Ну, берем его в город. Вон там кто-то справа скачет. Вот он не скачет, пытается все дни удержаться. Не может. А, это конь мисс дышу, кстати. Блядь! А лавка вы это... Почти не ушиблись. Сидать его. Без проблем. Дружи! Не, не кипятись. Давайте руку. Уши, может, вы, кстати... На ранчо съездим тогда уж. На которой? Навернулся на грилу? Тут остался, да. Нет, вдруг там кто-то остался. А пролечивое вообще занятие? А кого вы хотите там найти? Врагов или друзей? Владельца коня, вот этого, на который мы едем. Да шо, вроде бы убежала. Ну ладно, тогда поехали в город. Она точно должна была лечить кого-то. Я пытаюсь на горизонте разглядеть еще какого-нибудь вороного. Я только камни вижу. А, нет, это бизоны. Да, это бизоны. Я просто поносу прилетела. Если поносу прилетела жопой, а не копытом, то это хорошо. А если копытом, то боюсь, будет очень плохо. Надо нажраться. Я, блядь, не могу уже. Ну и город, нахуй, что за пиздец? Вы куда, скалы хотите? Нет, я осматриваюсь. Может, я увижу либо коня, либо еще кого. Да, привыкся. Вернут в конюшне. Ну, я тоже пропадал в миссу, убери, знаете. Конь Мисс Анджелент, да, вернуть, надо и сказать, что он в конюшне. Ну, вот иięcy. Да. Вы ходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, коняк аптеки или здесь приведут? У коняшни. На аптеке вроде там его оставляют. Эв, точки зрения того, что на том сумке может что-то держать лекарств какие-то. Я зашел в аптеку исключительно, чтобы призадуматься. я его просто отлучился а то как то в глазах после алкоголя убитые люди да не то чтобы да но и не то что вы нет да что такое пойду поищу пока аккуратно да ёб чё за а жесть если так можно сказать в полном меня даже не зацепило нет но понятно извините вы не видели видел только что забежал вроде бы в аптеку за вашей спиной да да я туда тоже зайду но я сразу призадумался тут словно у меня глаза побалев а а так не лучше я понял а одно минуточка я в дальний угол просто по призадумаюсь а 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 от чего от какого хрена но так один день полностью нормально а то и не один один день как хрипанет как по горбу сейчас надо дискорд выключить то я слышал я его не выключил он перегнул вот так а 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 Вы раздражаетесь тем, что вы ранены. Фух. Слово богу, все живы. Вот упрямый он. Капитан? Извиняюсь, я все это время молчал. Я говорю, нет, увы, не слава богу, увы, не все, целы, не все живы. Мальчонка погиб. Какой мальчик? У мистера Найта на ранчо, я так понимаю, его приемный сын или сын настоящий, я не знаю, в общем, он там мертв. Он побежал в сторону урагов и его там расстреляли. За ним было не угнаться. Скорее бы, умерли. Я удивлен, что в меня вообще ни одна пуля не попала. Я как дурак гонялся за конем. Ну, господи, разбили на подальше, я ваш понял. Бедный мистер на это не представляет, прям плохо. Да, раньше он хрен с ним, а вот мальчонку очень досадно. Все же надеюсь, что все выживут. В такой бойне не могли выжить все, когда натиск на натиск. Но, видимо, у нас было лучше оружие. Ну да, у мальчика-то какое может быть оружие. Мальчик вообще был безоружный, а потом мы просто позвали полицию, а у них винтовки. Карабины. Я думаю, нам не раненым в аптеке топаться незачем. Я просто, просто мистер Рейд хотел уйти, я его заставила за эти комиссинге. Может, хватит там играть, а? Простите. Пан, давайте уйдем. Сами серые ты, все готово. Спасибо. Опять меня спасаете. Так, хватит. Ааа. Ви пустите. Хорошо, что мои прогнозы не сбылись. Месс-Анджеллен, ваш конь возле банка, вон он. Я уже в курсе. Мерси. А тем более с города, я думаю, на город хотели напасть, то видите. Я ошибся. Кот, можно не на экране? Кот, можно не на экране? Кот, звук накинул камень. Кот, я не на экране. Вчера оказалось, как, да? Кот, когда? Кот, я не очень понимаю. Я же понимаете. Любой был бы видел после такого. Он очень переживал, что он убил двух людей. Сколько двух людей? Негодяя. там на раньше но то есть еще не в косе убили ли совершенно точно они же сами напали при этом нами с намерениями убить и просто что так они напали на раньше так что я считаю пары их настигла боюсь это не вся расплата насколько я понял по словам мистера найта его расплата может настигнуть еще если он будет неосторожен или может быть даже в этот город это ужасно но ведь могут невинные пострадали и еще будут опасно стало здесь находиться как бешеные ездят честное слово видимо торопятся видимо сегодня и работать не будем мистера или сын пойдемте там преступник какой то есть вот здесь вот 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 Продолжение следует... 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 Что-то еще по-прежнему ищешь? Ищете? Да, нет. А насчет того дела, что НИР поручал, на когда? А, на ЗАРТКУ переносится. А, еще на одну ЗАРТКУ. Хорошо, понял. Буду иметь в виде... Веди... В общем, да. И учту. А то я за тобой хожу, следую, словно, не знаю, кто, шпион. Думаю, что у нас должно быть еще одно дело по поводу пояски вот этого. Ну, собственно, да, не отвлекаю. Торопись куда-то торопился. Вместо улетел. А, не представляю, где он. А, воды... А, воды... Когда я успел так пересохнуть? Да, сейчас я убрать там. Давай. Надо перекоситью... Сейчас я убираю своих глаз. yen- .... А, воды... Это... А? Ударь. The same еще раз. Я убираю своих глаз. Неджер Яна. О била... Так, она на поле, да? И что? У меня зеленого чая. Сейчас перенесу чай. Да, это замечательно. Так. Доброго дня, мисс Селеса. Доброго дня, мисс Квинсля. О, вы сегодня необычно выглядите. Да, я тоже это заметил, только не успел выказать свою. Вам очень идет. Благодарю. Вам очень идет эта шляпка. О, спасибо. Да, моя вчерашняя одежда вся испачкалась, когда мы с мистером Грейтом ездили за тетушкой. И на нас попали на полволка. Понимаю. Да, я помню разговоры об этом вчера. А, да, точно. Извините, из-за беготни немного все получилось. Роджер. Роджер. Да. А вы зачем бегали? Мистер Райт попросил за компанию. Ну-ка, команда. Да, да. Ну, еще есть награды. В основном он хотел. Ну, взяты себя принижаешь, Элисон. Ты же человек голосом связала. случайности не случайно я вот тут настолько положил обыграли команду дышу и синклера да она отпросилась и тяжеловато стало то что 1 смутил мистер синклер который там образовался нет я же вам сказал тот беды утра совсем я понимаю что я не уверен что все мог бы ваш умеет вас ждут до пила пиво мне воды пяса я воды мистеру на рай то пиво он уже выпил еще пиво ладно он заслужил так что давайте ему еще пиво я бы в летней фирме ветеран бичерского довольно скучно я листы тоже выпить заслужил пятьдесят шесть центов ну заводы пиво или пиво отдельно не старает сам думаю все хорошо почти как бутылка этого бурмана или как бутылкам рома ром 75 ром который выпьете 55 ведь вы король не в том плане что вы все наше будущее поколение вы короли просто вы придете после нас и будете строить лучшее будущее вас надо оберегать и иксать всякета да все верно конечно дачу отдал подращу давай дать уже подращу жалки вы были эти люди на раньше я так понимаю там разрозненные люди но они действовали словно оба мясе а бы что 9 поочередно приехали просто еще более странно где совпаде совпадение сказал мистер благодарю нет нет а чего сказал вам если спрашивать то я думаю лучше у него если нет может и был я не помню вообще ничего шоке был а кто нас грибах разбирается гриба который убил кого-то молотком 6 центов пожалуйста эллисон а можешь не знаю наверно все таки в полицейский участок сходить позвать не да 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 я он по колену зашла я не знаю но нужен он сейчас пойдет пошлите вы как состояние ходить нормально газета было к утру я вот что понял я на гребне волны волны пиздюлей вы сейчас еще кому-то то ли пилюлей нет скорее он будет получать я уже в принципе получил я знаю а то есть это мало они могут нагрянутся то что полицию говорим это были на раньше они мало через что-то вы все добрый день вы я потом зайду что я спугнул а скорее всего прекрасный вид мистера на это спугнул вам бы привести себя в порядок немножко сегодня меня не ага подработка не требуется кися так когда я сошла с ума вы видели то именно огромная желтая лягушка бывает но возле воды что-то не так с лягушкой да это было не просто она была огромная мисс квинти миссис линч как мы стороной тоже черный ход в офис есть я у него один центральный швабра и метла на кухне все еще не до конца отдохнула то есть 3 доллара мерещится основную люди на топовой там просто убрать почистить поднести и кому ну и здесь хотя бы просто поднести мыть не надо ту клиенту падать да все на кухне воду к сожалению набирать над колонки все там нету то есть вы что-то говорили да словно никто не замечает поесть и на кухне сзади я сейчас я могу поздравить вас вчера на станции меня встретил мистер линч и ваша приемная девочка это так чудесные огородно с вашей стороны я надеюсь вы понимаете растить детей такого возраста очень непло непросто можно только я пока что господи что опять случилось что тебе снова с рукой тебя снова волк укусил я не смысле до сих пор она прибинтована мне жили мне швынер наложили просто вчера ты был более бодрый я сегодня бегал за мальчиком потом я перестрелился на ферме у меня вообще как мой ферме ты стрелялся сегодня вечер с него господи что там случилось господи какой кошмар одна новость хуже другой просто я когда хотя бы мистер найт цел уже хорошим сыну убили что да ты шутишь не не шучу тут маленький таскал в ящике за всех бедов где-то повозки ездил господи бедная душа да я помню его ходил такой мальчик комбинезоне он мне как-то спрашивал не были они похожи на тех кто напал тогда на женщину вот это кафе ужас худушка купи мне выпить нет ни копрю хватит с тебя что-то мне плохо очень тебе покушать уж так и поддатый я по ничего не давал свои переживания нельзя глушить бутылки их нужно прорабатывать не могу по-другому дождите а комиски проработал а ты учись ну а вот о чем с тобой поговоришь ты начинаешь ругать сразу обвинять ну как с тобой чувствовать говорить если ты я не ругаюсь я учу тебя не учил тленого съешь и одно пиво на это термин будет вы не терпи не знаю возможно какая нибудь кольное представление или просто вас приглашенных артистов в театр не знаю какая нибудь чтобы поболтали он слишком стал часто убивать и это похоже давит на него крысь Ну и надейте, как Роджер. Спасибо. А то пиво оказалось таким низким, что разлетелось, будто на ветру. Да, Роджер приняется. М? Да нет, не вынуждены. Да? Да, надо закончить то, что я обещал. А он сможет расписаться? Да, тогда сейчас переодену сходим. Годи. Да? Там это... Дай мне тряпку что ли какую-нибудь или еще что-то. Что случилось? Там мистер Райц на полу наблевал. О, пойдем со мной? Без тебя... Ладно. Без тебя вот прям никак. Аккуратней, в ложе не наступи. Да, уже. Да. Ну, ладно. Хорошо. Главное, что здесь инцидентов. М? 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 Мистер Райт, вернее, Роджер или Найт здесь? Найт ушел к себе в офис, Райт, ой, Роджер где-то с Мисс Линч. Ладно, вполне. Вон на втором этаже не Мисс Линч. Да, да. Волочер. Где Мистер Райт? Не знаю, говорили на улице. Упал бы салонию. Понятно, ясно. Сейчас приказу. Вместо того, боже мой, Мистер Райт. Он перепил. В аптеку или куда, или домой. Не старает. Не старает. Не старает. А чего вы все тут пришли? Мне сказали, что вы перелепили и, извините, наблевали в салоне. Хотел постирать, сейчас пойти. Куртку по. Не старает. Боже. Да не стоит уже. Ох, боже. мы работаем в таком состоянии работать а я не профессионал как можно в таком трезвом состоянии вообще жить если столько проблем жизненных мне как-то живется замечательно в таком состоянии вы видели того что видел я горле трупов я ел сердце человеческое я человека убил ничего не знаю не убедили в том что вы спасли людей я спас людей ну какой ценой где теперь плохо от этого меня мучает совесть я не могу спать вы ничего такого не делали то есть убить это ничего да и грех на душу брать вы спасли людей если бы вы сделали что-то противозаконное вас бы уже там на месте задержал капитан у них уже не на свиске одно нарушение какой крупный меня повесит сразу как видите вы его не совершили я уверена что ничего такого что вы говорили не делали у них там дела на меня цель более я не была там я не знаю что произошло я но я уверена что вы сделали все возможное чтобы спасти людей от смерти конечно вы молодец вы герой и запомните это раз и навсегда или садеба кто-то каждый такой говорил я бы не пил наверняка я вам и говорил капитан скажет да как это да заметана скажите стон герой не русская вы сказали забьет кого вы замели никто никого не цель наметана это как замета вы неужели не слышали эту фразу нет как так мы столько в газете работали писали и не знали слова замета здесь не принято такими словечками мы говорим пометаны звучит как-то неблагозвучно учитывая что это схожая с пометом нет это французского слова помет замечание ну да это оно и есть помет заметано как бы да смысл тот же да 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 мне кажется свяжется колонка позади него справа уже от вас все же не надо было давать ему пить с ним работать сейчас вот джон отрезать просто подставь что лицо под колонку и начнем ее качать мистер давайте попробуем от этого отрезвить сейчас я его отрезвлю так хватит лежать давайте вставайте хорошо вот так то лучше сильные женщины конечно ну если меня очень разозлить то все смогу так давай я дополнюсь ли да да именно это и пытался сделать нос попало и помешает вам промыть мозги немножко мне кажется так не попадет а если попадет будет только хуже или 100 какие-то такие жесткие вещи прям говоришь вы меня немного доводите сегодня просто не очень люблю когда происходит нет вы не это не любите вам не вынимается когда за меня вам кто-то предъявляет что-то нет это не так просто не очень люблю людей подсказывает понял я и это не не имею ввиду вообще про вас в общем плане уже на человека похоже да все в порядке пол что с тобой что с вами слушай похоже на сердечный приступ сидеть его на в аптеку вместо может прямо туда и к ней вместо ли ничего можете встать встать вам помочь у него создание вообще есть или он уже без него мистер линч медленно глубоко вдохните ваша он у него спаситель встать 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 м встать 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 только рисковать только конечно на лицо так на место он держался за их лучше и очень сильно душу это очень похоже на паническая атака я не толпитесь все и зачем это сделали попросили я врач он мог так захлебнуться я ж по чуть-чуть я ему не в лицо я не заливал на него кыш все в порядке в первый раз можно и отпустить отдыхайте богатая за понимание да мы бы лучше у кого врача собрались на свою помощь на полностью мы сделали в в в в в в в в и в в вы в в Блин! Что? Боже! Что? Местерайт? Вы в порядке? Местерайт! Местерайт! В общем, его надо... Срочно всем раненым в аптеку! Немедленно! Местерайт! Местерайт! Я пытаюсь его оттащить! Занесите фола тоже в аптеку! Занесите всех в аптеку, кто ранен! Боже! Местерайт! Кто так талантливо припарковал эту... Телегу? Так, давайте я сюда бегу! Помогите, Паш, занести те раненых людей! Я вот пытаюсь срайта, но он словно бы... Никак не поднимается! Сейчас занесу его... Пойдем! Там полежишь, полегчай! Боже! Боже! Я помогу сколько могу в эти часы! Да! Да проезжай быстрее! Это Эмиль! Не смотрела... Давайте потихонечку заходим... Ну, а дальше сами... О, жесткий денечек! Боже, они умерли! Их убили! Само собой! И по делам... А кто же? А как это? Видимо, эти люди заслужили! А кто же их так убил? Ну... Эм... Того джентльмена, который из дробовика разнес женщине голову... Убили полиция! Так что... Все по справедливости! А что же они так убили? Эм... За... Убийство! Убийство за убийство! Чтобы он не продолжал дальше! Я не знаю вообще, чем он думал, конечно, это было довольно... Дерзко! Кошмар! А у него вообще в порядке было с головой? Словно бы, нет! Я не понимаю, зачем мистер Райт полез и подошел к нему... Он до этого стоял... Да, да, да... Мистер Райт в полном порядке, он просто в обморок упал... Сука... Ну а сколько я видел своими глазами? Я не понимаю, что он в обморки на хвосты... Я не понимаю, что он в обморки на хвосты... Я не понимаю, зачем он подошел к этим женщинам, он начал приставать... Боже... Это мистер Райт... Не надо куда-нибудь пить... А что с женщинами это не так? Так, причем тут женщина? Мистер Райт... Вы думаете, если бы он не приставал, они бы... Не умерли? Вернее, она не умерла бы... Не знаю... Я не знаю... А вторая где? А вот... Как здесь? Да никто вообще... Ча не знаю... Я не успел подойти, чтобы понять... Надо у Найта тогда спросить... У Райт не ответит... А собственно для этого и спрашивал, есть ли у него черный ход... Могут ли к нему зайти с черного ходу и напасть... Но меня славно бы никто не отвечал и не слышал... Где... Когда... Я стоял, пил чаек и спрашивал, есть ли у в офисе мистера Найта черный ход... А... Не знаю... Что в аптеку тебе... Я отнес... Вы пытаетесь оттащить его в аптеку... Вы осмотрели его? Я не понимаю, что с ним пока что вытащите его... Снимаешь... Все... Он того... Я заморачиваю... Я сегодня чувствую только трупы и тоска и убиваю много... Здоровый какой... Угу... Он на удивление... Спокойный еще... Ну... Мне нужны деньги... У меня есть работа... Тут же мне далеко от вас... Что? Я не слышала об этом... Ужи... Сколебался бы... Была... Тут... Как-то... Не было слышно... Э... Я так понимаю... Это те самые люди... Какие... Сранчо... О... Просите... Дальше... Нет? Это другие... Вы... Не переживайте так сильно... Есть... Есть... Черная роза... Есть... Черные черепа... Две разные банды... Много дарвича потерял... Я этим... Кстати... Девкам сказал, что... Пусть попробует... Не угрожает... Местер... Черепов я давно ничего не слышу... На самом деле... Тут хуякс появился... Довольно дерзко появился... Сказал бы я... О чем он только думал... У него... Мне кажется... Не все дома были... Так... Конь... Ты бы это... Держись от меня подальше... Я знаю, что ты задумал... Что за день, блять? День говна... Завтра еще хуже будет... Сколько людей погибло сегодня... Пиздец... Работа Велиосу... Не в проворот... Мы же привезли мальчонку... Мы же привезли мальчонку... Его должны были отвезти... Ну да... Где капитан и этот... Лысый, который помер... Лысый, наверное, в аптеке... Лысый, да... А вот капитан, наверное, у себя там... Нет... В офисе... Нет, Лысого туда не притащили... В аптеке нет? Тогда, увы, не знаем... Или его притащили... Но я не заметила... Вроде бы... Роджер и Синклер... Тащили его туда... А мы с вами не знакомы, леди... Разрешите представиться... Капитан Грэг... Не разрешаю... У меня сейчас много дел... Какая деловая... Мазель... Не советую дерзить... Да я не дерзил... Я же представился... А что она там? Я опять деловую говорю... Очевидно, что она была с Садель... А за что она из черной розы? А что они тут делают... И почему ее не задержали? А за что? У тебя есть доказательства, что именно этот человек в чем ты виноват? И если вы сказали, что это банда... Это уже есть доказательства? Если есть подтверждение о том, что она из этой банды... Одних слов мало, понимаешь? Нужны вещественные доказательства, чтобы арестовывать человека... Сотрудничество и... Явное состояние... Тем более, смотри... Мы их арестовываем... И нам пизда... Это я понимаю... Ты знаешь, что... Ты знаешь, сколько их людей там... Не понимаю... Да хуя... Да хуя... Не говорите так... Вы не брать... Вы не можете это предположить... Я такое видел уже... Нет... Нет... Он просто упал... Затерял сознание... Что вы такое говорите... Это просто паническое... Че там за ора... Это не свет... Что за крик, я не понимаю... Ай пиздец... Я тоже бы... Что за гряки, а? Помогите ее поднять, а? Да что за хуя... Да не несите, пожалуйста, я... Ничего, это вдруг... Ничего, это клинча... Попадали... Капитан... Потому вот шоха... Да? помоги донести ее до птики, я не могу поднять так, сейчас я ведро поставлю да ты не так давай я ладно так, я все закончила не мешаясь простите, я зашла за стойку просто испугалась можно пройти у пола что-то в груди заболело резко извините мисс Анджелай, но тут еще один человек о боже, еще без сознания миссис Анджелай, а что у меня за день то такое день явно тяжелый ее куда? на кушетку или внутрь? ну да, потому что лучше не видит по тому, что он делает ладно, тогда на кушетку нет, да так как это не 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 Я думаю, нам надо освободить помещение. Это у нас тут как-то слишком много, да? Смех тут. Я не знаю. Не спешите вставать. Вспомните, кто вы. Посмотрите, где вы находитесь. Чуть не сшиб. Аккуратно. Все верно. Сейчас вы в аптеке. С ним сейчас все в порядке. Кстати, вот он. Прям выйти невозможно. Все входят. Боже мой. Гути. Я не стараюсь, сказал. У меня в сердце все плохо. Я... Кому вы верите? Гути, Гути. Гути, 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 я здесь. Гути. 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 Гути, я здесь. Со мной все хорошо. Гути. Отпустите. Отпустите. Гути, ты. Продолжение следует... 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 он а там уже миссис так так что это не совсем я не не ладно тогда мне тоже нужно выслушать ну да он помочь а поздно насколько здесь в этих областях насколько вы давно в этих городах областях округах ажиача в этом году у вас есть месяца с целью с его убедением чуть меньше ну где то в полгода а просто пытаюсь сложить картину воедино чтобы понять откуда все эти банды зародились и почему с ними никто ничего не делает неужели налоги которые платятся в казно государства идут мимо защиты граждан там все очень-очень сложно скорее всего очень очень просто и кто то кому то доплачивать чтобы это уходило в карман не вмешиваться не вмешиваться ну ладно и как же там да ну вы двух девушек завидели смотря каких на них обновили просто красавчик мистер найт сказал это какая-то роза одна из них уж точно говорит их там тимача мучая так и есть армия разве недостаточно тут же есть вроде какие-то форта племенность не поможете перенести тело капитан заплатит за помощь там вот вот очень а этого очень я понял за руки за ноги как вам удобнее что-то он как-то словно а вот так и я открою дверь а зачем он в департамент если он уже того джентльмен разойдитесь будет всем комфортно вылезал в коридоре аптеки тоже не хочется ну и куда ты пошел нужна какая то помощь нет нет все в порядке ему точно нет чем он питался видимо очень многое питательно наверно свинцом видимо еще грибы тоже она точно вот еще есть грибы бочеру был подкинуть сегодня крик к слову так что так тут стоило то чувствую дверь открою вперед пойди чуть чуть так вот давайте заходите вперед его в клетку это было вы думаете он еще может быть опасен в эту или в ту другую ну давайте спасибо уф держись внизу ага благодарствую а как вы собираетесь этот сэрбор переварить говорят он настолько огромный что кусок не проглотить я на протяжении всей службы здесь ясно дело кипит и теперь еще с большим сортом я понял всего доброго и вам и упс я не запачкался а ну собственно не ко мне было головой дыры так что все путем или не там динамич ну лучше бы не на А, это вот про эту лягушечку говорила Мисс Стокер Она, видимо, как тот мужчина, жрала много Мисс Анжела, она вам нужна для каких-то лекарств или что-то? А ее это, к той самой, которую в тот раз мы Я думаю, вы помните, да? Вы со мной или... Нет, не хочу Симпатичную девушку Не только Ой, блин Что такое? Там мой твой... Господи А что? В руках игроков Господи, зачем вы подобрали эту гадость? Вы тут тоже лягуши? Похоронить лягушек? Что я тут лежать? Что, как будто бы она нас... Мистер Рейк, это капитан, вы чего? А, он, кажется, не сам, но... Капитан, это я Это мой главный враг Вы просто устали Бенджамин, перестань Что ты на меня так смотришь, Райт? Ты сумасшедший, тебя никто не любит Мистер Райт Успокойтесь Бенджамин, хватит О, еще один Райт Вам все один Райт Еще Райт Кенни Райт Да, тебе не знаю, я понял Мистер Райт, вы чего? У него проблемы как... В общем... Психологического характера Я вам слишком много, блядь У... Мистер Райт, вы чего? Держите его Господи Что? Я в голову его психора Я в голову его психора Я в голову его в голову Откружу Блин. Думаю, ещё это побольше будет, и местечко ей нужно побольше. Ну, собственно, покойся в мире. Сейчас закопаем. Готово. Давай. Неловкость. 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 Забирать его. Нет, сейчас забирать не буду, просто, по-моему, вам помочь сначала. Хорошо. Теперь у них до не зелится. Не переживайте, с ним всё будет в порядке. Да, мне просто надо присесть. Да, присесть. Ну да, присесть, присестьте. Мне при салетах он тяжелее было ранее. С местным балконом. Одну я никогда не была. Когда делай соп мисс. Сляны. Пошлите телеграмму. Насколько мне ведомо, доктор Моррисон не занимался его проблемой. Занимался. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, всё это закончилось, началась тишина. Блин, жалко очень этого здоровяка. Я думаю, он более эпично падёт, конечно. Хорошо. 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 Лютер был и досплыл. Как-то суша накаляется, надо с неё смываться. И прихватить всех и всё, что нужно, дорога. Вы до сих пор не поняли то ведро. Я подниму сам гвозди нужны. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Нет, в такую погоду не стоит продолжать работать. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Зараза. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Я подниму сам гвозди. Что, еще одна? Где? И откуда вы? Что, еще одна? Что, еще одна? Что, еще одна? Добрый вечер! Что? Это вообще ко мне было обращено? Что, еще одна? 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 Такая большая не понадобится. Что, еще одна? 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 О, капитан! Ага. О, вы шли в участок? Нет, я мимо. А что с мистером Райтом? Вы за ним ходили, не ходили, и, кажется, он попал в участок, да? Ну, и мистер Синклер его проводил. Ну, точнее, он убежал сначала, и я его мисс Квинсли поймала. И потом подбежал мистер Синклеру, и по итогу повели в участок. Сейчас они беседуют с мисс Квинсли. Ну, так сказать, терапию проводят. Что происходит? Ну, вот мы, так сказать, решили выйти, чтобы не мешать, и подышать воздухом. Там просто... Кое-что неприятное у Вестера ради сказала. Может, хотите посидеть на пирсе? На пирсе? Тоже не знаю. Телушка Стакер, вот как обычно. Там ближе к воде свежей. Ну, не знаю. Может быть, несколько минут. А после... Давайте. Пойду домой. Надеюсь, с мисс Квинсли станет получше. Больше это... Работа не на один день. Ну, я понимаю. Тут вроде мисс Квинсли старается, помогает ему. Мне кажется, одной мисс Квинсли будет недостаточно. Да, мисс Квинсли тоже такой вывод сделала, так сказать. Стокера, вы давно в отъезде? Что? Вы давно ли в отъезде? Просто я хотел поинтересоваться, что было с пристанью, которую я ремонтировал? Она была обгорелая. А, я была всего... Если мне не изменяет память, уехала я 9 числа. Ну, насколько мне помнится, месяц назад пирс взорвали. Ау. Начинили лодочку взрывчаткой и пустили под него. Это все месть мистеру Найту? Нет. Мистер Най тогда был ни при чем. Это был подарок от нашего покойного банкира, предыдущему владельцу форта, мистеру де Шартье. Оу. Ну и хоть Рима тут. Да, события лучше другого. Не смогли поделить. А вы слышали, что за чудовищные тут банды кругом? Одна какая-то мистер Найт говорит в Валентайне, другая вон розы. Я не вкуса об этом. Какую-то розу я слышала. Говорят, вот этот вот безумец, который посередине дороги при всех застрелил даму. Так получается из... А, что-то волк? Кто-то... Да, я так понимаю, черепа застрелили. Розу. Одну. Если это можно так называть. Он со словами вроде бы, привет от мистера Полли, что ли? Ну, собственно, после этого, не дожидаясь второго выстрела из его двуствольного дробовика, обрезанного, полиция его доблестно изрешетила. Господи, какой кошмар. Да, было рядом, но не слышала ни про какого Полли. Я тогда ближе к мистеру Линча была, когда он напал, и не успела заметить. И они виноваты в том, что раньше у мистер Найта сожгли. А я не знаю. Мистер Найт говорил про каких-то людей из Валентайна. Валентайн, вечно от него одни проблемы. Кто-то воюют с какими-то красными. А ещё что-то. По-моему, это чуть ли не во всех тут южных штатах, эти красные с рубашками. Да, полгода назад это было просто ужасно. Почти военное положение, даже магазины не работали. Кстати, о военном положении. А почему военные не разберутся со всеми этими... чертями? Не знаю, полагаю, они сострелят. Сверчины больше на крупных городах и их интересуют. Маленькие или те, кто развивается. Блокватор довольно крупный город. Что же ещё крупный город? Да, да, всё поддаётся страны. Ну так и так это территории Соединённых Штатов, и они вроде должны свои территории защищать. Не отдавать же их на пропалую. Некоторых интересуют территории за пределами, чем их собственные. Какая разница, что творится на них, если это всё равно их территория? Их территория это ВЭКОМ? На Соединённых Штатах, разумеется. Какая разница, что на них творится? Если не будет на этих местах людей, налогов, не будет города, то... Тут могут объявлять новую власть, новые люди, банды. Но, полагаю, тогда армия вмешается. А они хотят, чтоб всё вообще превратилось в бульон кипящий. Весьма-весьма. Я не знаю. А я слышала, что вы потерпели крушение. Так и есть. Весьма печально. А мне-то как? Три месяца не выходил из той печали и до сих пор. Вот завтра будет очередная пятница, не думаю, что у меня будет лучше, чем в остальной. Старайтесь не думать всё о пятнице. А я не думаю, пока не пятница. И в пятницу не думайте о пятнице. А она заставит. Ну... Главное, чтобы не было семь-пятницей. О, я бы не вытерпел. Не вы-не-не не вытерпел. У нас сегодня довольно яркое. Ооо, и правда. Ооо, господи. Это я... не ударились нет нет в полном порядке где господи что вы опять его упомянули он везде и даже в том здоровье которому которого из решителя не очень смешно даже в нем каждом живом существе и создание и что-то от господа нашего и каков он просто мои поверья это посейдон калипса и прочее такое на море по-другому не бывает вы немножко тихо отвернулись и сказали нет нет ничего я просто задумалась о греческом пантеоне или о чем о нем я что-то слышала а как не слышать любой образованный человек который мало-мальски обучался и учил историю должен был слышать уж не знаю насколько я образована но мои родители не посвящали меня в это ну там чуть ли не колыбель человечества или цивилизации скорее даже 2 мифы о посейдоне персея и прочее вот это не слышали ну что-то дослышала наверное да ладно не отвлекаем уже светает ну да есть такое занимательная палитра слева луна словно тьма над головой все еще даже влечный путь а справа уже лазурь ну да интересное явление и красивое само собой как отражение этих звезд в воде а потом в ваших глазах давайте не надо прошу меня простить что-то вы зациклились на моих глазах как в них не окунуться и не смотреть правда мисс стокер не надо вас и я считаю что вам не стоит делать комплименты нет комплименты можно но не такие смущающие вот именно а получите меня манера не сложно тогда будьте проще и примите мои комплименты я я постараюсь принять все благодарю давно просто их не слышала кроме вас получит обидно еще от миссера Райта ладно видимо все остальные не такие смелые чтобы выказать свою я забыл как это называется о однако кажется там рыба а нет мне показалось тут все дуры тихо да но ее не видно да ну в любом случае я встану сюда хорошо а что давид лучше вот так любезно однако здесь довольно тихо но ну да вода она такая намного кто боится время ты начинаешь цинить такие простые моменты иногда тут становится очень громко соглашаюсь да да то прибудет 15 вооруженных человек к верху на лошадях то взорвут салон а найта то еще что-нибудь то пирс то мистеру найту подожгут его черт по деле забыл опять ранчо а раньше а еще у него да вы уже слышали а что-то на мистера на это много упало видимо это потому что он чуть ли не половиной города уже владеет но это произошло до того как он владел половиной города элиса мне кажется ты замерзла стремительно возвысился да что то что с тобой просто ветер видимо тут морской такой холодный ну давай тогда пойдем в город я бы хотел проверить как-то мистер я думаю все бы хотим идемте да давайте проверим а то они что-то долго или может он уже дома кстати может быть ну точнее в полицейском участке но но в москопе по м м м м м м продвинулся на просто людей которые собираюсь не собрались м очень печально надеюсь он не особо не убирайтесь он никуда не убежит этот клад ну это да о окажется они вышли подо мной и старает вы напуганы я напуган потому что это настолько реалистично все нет ничего из ряда вон выходящего рядом нет ну да вам это кажется а я могу капитану рассказать может может он я не знаю это тоже ты не понял очередная жаба так он живет подождите вы видели его видеть вороны я вижу и ворону и мертвую жабу кто ее логично настоящее уже это уже третья жаба которую я похороню за сегодня не 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 на остатки берегов не вы что-то говорили нет это я так мысли слух не знаю она что ручная жанна теперь да Капитан, я бы вам порекомендовала после того, как вы потрогали это существо, помыть руки. Ну да. Сейчас я его упакою. Беда. Ах, мерзопракость. Неловко это. А, ребята, у вас ещё один, у вас пополнение. Я тут смотрю, вы это, команду собираете на том свете, да? Ещё одну ямку. Киана. Баталья он уже почти. Ах, так, я парень. Баталья. Баталья. Продолжение следует... 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 нету правильных условий есть правильный взгляд на эти условия но для каждого человека он свой зависимости от менталитета поведения воспитания самовоспитание очень много факторов которые влияют на построение личности человека к сожалению ли частью мистера на это или мистера это с этим справляться смотря с чем мистеру найду с потерей райтус потеря разума постепенно с потерей человека но тут уже в зависимости от того насколько этот человек был ему близок вообще легче наверное всего смириться с тем то что все мы когда-нибудь умрем и наверное стоит задуматься насчет того чтобы проводить каждый день как последний и тогда успеешь делать все и наверное не конфликтовать пытаться по крайней мере не говорить каких-то жестких слов в сторону своих близких людей чтобы по итогу в какой-то момент если на них случайно упадет не знаю камень они умрут не было такого что последнее что он услышал ах ты плохой человек не хочу с тобой больше общаться мне кажется я когда-то подобное слышал но не знаю разве можно лежать каждый день как последний это довольно трудно да это довольно трудно но все я же говорю в зависимости от взгляда от того как ты это на это смотришь ведь каждый день который последний даже не обязательно того что ты прыгаешь с парома в озеро чтобы поплавать или что-то делаешь что-то безрассудное начать подождите я про пример чего-то остаться живым и не терять деньги наоборот можно потерять день прыгнуть господи я говорю про то что жить как последний последний день это не значит всегда делать что-то безрассудное вот если умеете плавать для каждого человека по-своему а умеете плавать ну в принципе да зависимость этого но не наверное на уровне среднем как обычный человек а вы так забавно сейчас сказали мне понравилось но но на только мне я не знаю на каком это языке вы кстати откуда я как сказать уже давно не оттуда где родилась но это само собой наверное ну что вы имеете в виду откуда я в принципе или откуда я или вы имеете в виду место где я родилась наверное так как когда обычно спрашивают наверное что-то такое подразумевает но родилась я в европе вы знаете а само собой ну вот родилась я в европе а если конкретно вас интересует точка где я родилась это в англии а понял в лондоне а узнаем да родилась я там мистер бакен вы же тоже знаете англия туман на альбионы и все такое наслышан кстати тут говорили какие то англичане бушевали да мне все равно я не считаю себя англичанкой а а кто вы я чарити это я знаю это ваше имя я не отношу себя к какой то конкретной нации или еще чего то не вижу в этом смысла наверное я живу там где хочу и что это значит что я все равно должна оставаться англичанкой находясь в Америке явно нет не знаю кому как пожелается ну вот мне не желается я обычный человек который живет по большей части в дороге и нету смысла меня как то относить к какой то конкретной нации какому то конкретному месту городу я понял не знаю а куда вы держите свой курс ммм вообще я ориентируюсь по звездам кажется это я мог приметить вы посмотрели на компаса потом сверились словно бы с небом да я умею читать звездные карты и конкретно по звездам картам я и ориентируюсь а есть или вы что-то ищите как и я клады все мы чего-то ищем и вам добро нет насчет кладов не знаю для каждого наверное клад свой это верно мистер райд говорил что вот он обрел клад когда обрел людей свою семью заново ну вот для кого то именно это для кого то это деньги для кого то это слава для кого то это и другое по большей части я ориентируюсь по звездным картам для того чтобы узнать к чему эти карты могут привести но сейчас у меня нету какой то конкретной точки ммм знаете есть какие-то древние священные писания люди которые жили жили до нас оставили какие-то цели они много на бумаге да вот каждая нация что-то оставила каждый человек или кто-либо живущий кто умеет писать или хоть как-то показывать свою свои мысли на бумагу не обязательно бумага это может быть камень но по большей части бумага я именно бумагу имею ввиду потому что если я буду таскать с собой камни это будет не очень и как я сказала звездные карты которые я по которым я ориентируюсь как раз таки в основном на бумаге вот а ориентируйтесь вы куда к ним они обычно нужно чтобы найти курс куда-то или найти точку смотрите так я же не договорила сейчас конкретно у меня нет никакой звездной карты но у меня есть примерное предположение где ее можно найти и и поэтому я смотрю и ориентируясь по звездам но тут очень странное звездное небо для того чтобы понять где я конкретно нахожусь ориентировочно конкретно в австралии или где то там южнее потому что северное небо оно довольно одно я бывала во многих местах понял вам лучше смотреть на звездное небо не в городе выезжать куда нибудь здесь без фонарей включает звезд не видно лишь самые яркие могут осветить вам путь ну смотрите смотрите фонари они где то примерно на уровне первого этажа даже ниже собственно я поднималась на самое высокое здание этого города и звездная да звездная карта практически не поменялась но со вчерашнего со вчерашней ночью появилась пару новых звезд в смысле в прямом смысле это какие в каком созвездии не знаю они пока еще ой ой миллион вы с накшабами видимо не все звезды складываются в созвездии если что а новые звезды и подавно а эти в какой области небо образовались на юго-западе на юго-западе что-то я видимо я давно не сверялся либо не обратил на новые звезды но бывает да соглашусь такого не может не бывать а не собаки у меня были он слушает а просто не знаю что можно добавить в беседе двух звездочетов поскольку я сам картофель на него смотришь изредка меня пугает пустота вы боитесь что она упадет меня пугает его необъятность и то это же это же превосходно это как вы в океане там в океане ночью словно бы небо вверху небо внизу вы словно едины с небом хм хм возможно и так видимо это вас бы напугало Морнень, мистер спрашиваю что так а возможно просто я еще не полюбил его и нужно время а что вы успели полюбить? и сколько вам времени надо на то чтобы что-то полюбить? ну любовь вещь субъективная верно, верно пожалуй труд невозможно сказать сколько потребуется времени возможно секунды возможно вы знаете есть такая подлость я даже не знал что такое иногда бывает можно человека в себя влюбить а потом этим воспользоваться мм для этого надо иметь недюжинный харизмой да да это было больно а что у вас конечно потом растоптали но я вижу вы здесь стоите значит в принципе вы с этим справились само собой я не мог не справиться иначе бы я не был капитаном грегом доу в этом море еще много рыбы да но не вся та рыба которая а смысл? вот, да эх ладно господа я всю ночь не спала смотрела на небо поэтому раз утро наступило пора спать всего хорошего да, всего доброго рыбы там много да, но не вся рыба та которая которая та не всегда пойдемте пойдемте я же не задержан там мало ли нет не планировал согласен с вами что не вся рыба та и не всегда знаешь есть ли смысл что чем то подобно подобных отношений людям же нужен кому ты можешь вернуться мы к этому стремимся но да, возвращаться нам стоит скорее всего к самим себе вернее нас самих никого не будет и даже мы себе сами иногда можем подвести ой ой что это так блеснуло да о чем какой то зеленый мне показался огонек а ладно не суть такое иногда бывает да бывает о миссис квинсли как винзаль извиняюсь я иногда забываю как более точно ее принес в фамилию добрый день мисс Кейси добрый а хотите с вами прогуляться меня не задержали я гуляю с офицером прогулка с офицером как соблазнительно можно мне составить вам компанию само собой да вы же набрать если вы этого пожелаете если вы этого пожелаете я и вы кто пожелаете я и вы кто пожелаете домовой все вместе а вы словно мы этим не довольны немного нет ни в коем случае даже не смейте так думать эх какая ерунда простите я не про вас кх кх будьте здоровы ммм что с вами хоростыл бы оу а именно в этой шляпе и в этой форме вас и нарисовал для газеты меня? ну да по просьбе мистера Райта видимо это будет первый случай когда я действительно куплю газету и ее прочитаю он сказал это будет последнее в этом месяце без этого без этого что с вами мисс? да с ней наверное такое бывает особо помочь этому невозможно ну это как? ну так бывает духу нет это как Райта нет это как как Райта ого Райт то я мог скрутить но до мыл я не смогу а я никак с этим ххххххххххххххх все в порядке извините смена я тут немножко задумалась о своем а звездах да еще не было джентльнин с которым вы говорите который в котором вы говорили мистер синклер нет тот самый который сейчас стоял здесь никого не было тогда с кем же вы говорили мысли вслух да это знаете чтобы произнести и перебрать нужно все замечательно что ж а что это выражительно Что? Я тоже не росла. Ничего. Вы что сказали? А, может, а щ? Что? Неважно. Просто... Рассуждение. Господин, ну и жара. Извините. Понимаю вас. Солнышко это такое. Я вот думал отправиться... А, так будет полегче. Ну да, пожалуй. Я думал отправиться путешествовать в Армадил, в Ванхорн. Посмотреть там. Ванхорн, что вы там забыли? Что вы там забыли? Как-то звучит ясно. Клака ещё-то наслышала об этом. Жестное место. Да, столько слухов. Пока была в Сын-Де-Ни, столько ужасных слухов. Вам стоит рисковать своей жизнью? Ну, я пока ещё выбираю, куда отправиться. В моей голове происходят странные выборы. Либо отправиться к себе домой, в Строубери. Либо отправиться покорять просторы не Остина. Либо же отправиться покорять большой город Сан-Де-Ни. Ну, и иные города этого дивного штата. Сан-Де-Ни звучит перспективно. Ну, вы же назвали города абсолютно разных штатов. Не все, но многие. Да. Может быть, вам стоило попутешествовать куда-нибудь в Калифорнии? Я оттуда родом и уверяю вас, там великолепно. Позвольте осведомиться, коли там так хорошо, то почему же быть здесь, а не там? Судьба так распорядилась. Туда далеко. Судьба, судьба. Говорят, недавно кого-то то ли повесили, то ли что. Когда? Сегодня? Какого-то темнокожего, нет? Суждаю. Нет. Не было такого. Нет? Я об этом не слышала. Одного человека застрелили, которого застрелил жен... Который застрелил там. Это нормально, чтоб... Не особо, я это тоже видел, когда шел сюда. Идут... Ну... Мне не кажется... Они... Нет, не кажется. Они никого не трогают, так что они... Слава богу. А то я думала, я уже... Заразилась... Какого бога? Где он? Галлюцинациями от мистера Райта. Вы их выгуливаете? Мисс Дышу. Аккуратно. Можно спермы Найта? Да? Возможно, я не знаю. Они словно пришли с... А тут в городе разве никто не расхватит? Съема. Я не видел эту скуку. А я видел. Поймать, спустим барбекю. А вы думаете, это законно? Обычно куры... Они не дихие. А если там распирация, это я... Все, я... Они обычно чья-то собственность. Ну, в эти... Болтаются по улице. И раз за ними никто не выбежал, то... Либо... За ними следит кто-то с этим уже безалаберным. Пока еще никто не выбежал. Либо... Не успел. Лиз, что с вами такое? Ничего. Со мной все. Мысли наливают. Да. Знаете... Тяжела... Врачебная работа. Ох... Просто иногда... Как иногда? Точнее сказать, всегда. Боже мой... Не курится. Опять мужей не курится. Я не помню. Я... Иногда... Простите, мысли путаются. Там кого-то клюют? Вы слышите крики? Когда... Я... Работаю с пациентами, мне приходится... Все, что они чувствуют, все, что они... Переживают... И о чем рассказывают. Будто... Как воду через губку прогонять через себя. И это... Довольно... Сложно. Но я справляюсь. На вашем месте я бы оставил на время врачебную практику. На что мне тогда жить? Бекин, вы поймали того паренька, за которым весь город сегодня гонялся? Не знаю. Там слева... Ну... Да, да. Слева? Слева. На перекрестке. Может, это его город? Мне кажется, всадник едет. Нет, по-моему... Конь сам. Что мне его привязать? Наверное, стоит. Ладно. Неловко. Неловко. И сегодня очень плохо. Неловко. Угу. Саморязан. Переходит... Грань. Она меня раздражает. Хе-хе-хе-хе. Извините, сэр. Как же вы пытались посоветовать это мистеру Найту и не замечать, если сами... Мистеру Райту? Да. Мистеру Райту. Я стараюсь. Не обращать внимание. Если вам тяжело, ему твой не тяжело. Потому что для него это... Впервые. Вы... Вы куда? Не знаю. Я хотел посмотреть. Подальше от собственных мыслей. Что? Посмотреть? Давайте посмотрим. Как мистер Байкин заберет того коня огромного? И куда он его приведет? Коня? Кое коня? Который шел сам по себе, без санника. Я такого не наблюдала. А-а-а... А куда, по-вашему, он... Ушел мистер Байкин? Какому-то... Мальчику? Нет. К мальчику сейчас подойдем, кажется. Да, и вам тоже. А мальчика уже и след... А, нет, вот он. С первого взгляда и не скажу, за тобой или бегали идут целый день или нет. Да. Ну, бывай. Да... Какая разница... Мы же не полиция. Нас это не должно касаться. Просто было интересно. Куры, жабы, что... Кони бегают. С ума сброд. Вы не хотите подраться? Нет. С дамой драться нонсенс. Да почему же? Если я... Могу ответить. Можете и... А зачем? Я уверена в собственных силах. Угу. Я тоже в них, в ваших силах уверен. А толку? Вы хотите разбить мне лицо? Нет, они мне это говорят. Я не хочу. Может, мистер Бекен будет не против. Но он сейчас в форме. Вы не можете поднять. Да. Ужас. Что за лицо? Ужас. 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 Кажется, я в костяшку выбила. Заткнись, заткнись, заткнись. Прекрати говорить. Я этого не делаю. Что случилось? Мисс припекла голову. Луцинация? Кажется, припекло. Нет, нет, что вы. Мисс хочет подраться, вы не хотите ей составить спальню? Нет, я этого не хочу. Ладно. Я думаю, Ждин, у вас попросить мне помочь в одном деле. Обоих? С удовольствием. В каком? Не могу отказаться. Мне нужно быть сейчас попросить только капитана. Простите, вы бы не могли стоять сюда. Я? Вот здесь. Ставим. Так, чтобы стоять у меня за спиной. Я стою за спиной. Когда я сделаю жест, вы должны повторить его в точности так же, как и делали. Ну, давайте попробуем. Ну, не жест 10. Вам ничего не угрожает. Точно, офицер? Точно, офицер? Вы это слышали? А что именно? Хватайте. Да вы серьезно? Давайте. Зачем? Я? 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 Я не знаю. Не беспокойтесь, мисс. Что? Она происходит. Она на руках. А дальше зачем? Теперь. Понесли ее к воде. А вы не хотите ее полоскать? Она боится, ладно? Не надо. Пожалуйста. Как показывает практика, человеку нужно освежиться. Не надо, да. В этом случае это неправильные методы. Ну тогда колонки. Ааа. Благодарю вас, капитан. Вы что боитесь воды? Да. Разума это было не видно, очевидно. Я этого не знал. Я этого не знал. Все нормально. Успокойтесь. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, да, да. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Так немножко в двух смысле, да. Так, кладите ее. Я буду качать, в смысле, в воду. Давайте я просто присяду на колено. Аккуратно. Вы можете смочить, я не знаю, платочек и примочить колбу, если вы это хотите. Или как? Хе-хе-хе. П-п-постойте меня уже на земле, пожалуйста. Ладно, дайте его клуб под струю воды. Я же захлебнусь. Это не вес, Желом. вы не захлебнетесь я сам смочу платочек вы же не желаете мне зла просто нужно устроить что-то вроде помывки из крана это может привести к сердечному приступаю и смертельному исхода ваше нервное поведение может привести к ночи в местах не столь отдалён и это нет ни в коем случае патрульные все таки по городу ходят не один я и синглером тут я думаю этого достаточно застают положить его где-то на лавочку без проблем не на солнышко так полным вы думаете прям вообще пропекло на вот здесь положить полный с Аккуратненько. Если бы не был закрыт салон, то вместо всего этого её, по-моему, предложил просто выпить. Вы думаете, поможет? По-моему, нет. Мисс. У меня есть бутылка пива, правда, она меня не спасёт. Вот и я тоже. Капитон, а можно вашу шляпку? Ладно. Она меня так и манит. Как-то ваше слово всегда немножко двусмысленно. О, благодарю. Чуть-чуть. А, правда, вот. Что? Да. Просто кажется, что у вас слова все немножко двусмысленно. Нет? Нет. Это просто кажется. Я доктор, я всегда очень непонятно изъясняюсь. Извините мне. Мой профессиональный, так скажем, язык. Терминологии и способы выражаться мало кому кажется. Я скорее имею в виду эмоциональную окраску. Хрюк. О, привет. Небо, хорошо. Привет. Кажется, мне ездить слишком. Нет. Ни в коем случае, офицер. Мне потеснится, чтобы сели. Нет. Просто я не очень хорошо себя чувствую. Сейчас был себя не лучше. Но вы очень разительно вели себя. Решительно, как и подобает быть офицером. Нет. А я не хочу веселиться. Мне хотелось бы сегодня себя спокойно вести. И вы мне в этом помогли, офицер. Помог. Я вас едва не окунул в воде, которую вы боитесь, как оказывается. Ничего, ничего. Это же все-таки не произошло. Так что все разумно. Да и ничего страшного. На берегу все-таки не так глубоко. Да. Тут даже небольшая глубина с краю. Абсолютно. Там просто у него самого, да? Там обычно она такая глубиня учит плавать. Страх чего? У него самого страх глубины. Именно глубины, можно понимать. Да. Так что я понимаю ваши ощущения. Я думаю, увы. Я очень боюсь глубины, но каждый раз, когда я приближаюсь к воде, мне все время начинает казаться, что сразу будет глубоко. Не будет. Не всегда. Это меня тревожит. Простите. Почему? Ничего. Вы же не хотели меня утопить, верно? Нет. Так? Вы же знаете, вы не тот человек, который не хочу утопить. Но я же помогала вам. Да. Вы наверняка не из тех людей, которые вредят тем, кто им помогает. Ну вот, вы абсолютно правы. Веселая песенка вспомнилась. Какая? Веселая песенка. Просто напевы. Знаете, в голове. Ну, напомните, может быть, мы тоже ездим. Ля-ля-ля. 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 Я не умею петь. Вряд ли вы поймете о чем. Да. Были не очевидны ноты. Ля-ля. 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 Мама... Все верно. Ля-ля. Мне это почему-то так тревожит, я не могу разобраться со своими мыслями после того, что сегодня я пережила. Да и несколько лет назад. Это... это так печально как он зовут? меня капитан Грэгдол я песню вспомнил но просто я хотел переделать немного слова но вспомнил не очень приятной концовку поэтому думаю можно ли использовать ваши имя но если это концовка неприятная зачем использовать мое имя? да может можно имя другого капитана? например у вас в полиции или там именно морской капитан? да нет там дизайнер, там даже не капитан ну тогда используйте свое или... я не пойму почему мое? почему имя? ну ладно нет 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 вам что имя тут не нужно мистер Сент-Лера я не знаю нет поп я лучше возьму свое вот мое там как-никак пойдет какое-нибудь бобби с дырным хобби ну да я щас просто... я буду наверное часто сейчас ошибаться что? я буду сейчас часто ошибаться в словах я не могу я не могу обойте конечно вам удобно на этом странном мешке? ммм жил да был мистер Бекон недоумком он был как-то раз он Блэк Вотер ненадолго прибыл он куражился выжился бряцем мечом похваляясь что враг ему всяк нипочем там же про... что? там же про Рагнера вроде пели выыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы Да. Мы только да, я поаплодирую. Добрый вечер, сэр. Ладно. Жил да был Рагнарыжий героем, он слыл как-то раз он... Называется... Блэк Ватер? Блэк Ватер ненадолго прибыл. Он курыжился. Да ё-моё, я... Позвольте... Позвольте я всё-таки спою... Там вообще был какой-то средневековый город Вайтран. Там просто песня тоже на мотив скандинавских сказок. Ага. Жил да был Рагнарыжий героем, он слыл как-то раз он Вайтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг нему всяк нипочём. Но вдруг, когда рыжий, как лютик фаник, на лице появился насмешливый взвизг. Что обложишь ты, что врёшь, что ты мёздишь нашпёшь, с нас довольна готовься, сейчас ты умрёшь. Ляск сталь, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух плавенел. И унял всех мурагнер постливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Браво! Спасибо, спасибо большое. Звучало своеобразно, но я думаю, близко к оригиналу, не то чтобы я разбиралась. Но браво, или как там, красиво говорят на каком-то языке. Спасибо. Ладно. Нам вроде как стало лучше. Вы, пожалуйста, там, чтобы проводить. Тоже? Благодарю вас. Да. офицеры нашей доблестной полиции помогают людям всем чем только могут это так приятно мы делаем что можем вы молодец я вам благодарна я просто не доумок который хочет заработать я например сегодня подметала в салоне и убирала там блевотином но ничего страшного это заработок вы еще не убирались у нас в клетках вот там разные приказы если понадобится подобная помощь я только за а я вроде вы боитесь вида крови не то чтобы а там придется такое увидеть но ничего можно потерпеть все таки это не плевотина вы потихонечку от нас это тактично уходите тогда всего доброго то как то медленно от нас шаг за шагом до свидания ладно всего доброго еще раз не обваляйте доброго здравияйте может шоколадку я не знаю чем у меня эти голоса я хочу а ну пойдемте куда до ваша замечательная дверь я тебя на вас не упала извиняюсь не спросит шоколадку так что дайте 2 благодарю а вот держите обе ваши располагайте ими как пожелаете благодарю это так миленько вернемся на лавочку где моя пальто пока пальто не улетела с ветром да да пожалуй а вот оно окажется так вкусно божественно так слабко а мне не надоет а да я понял но извините я не клоун нет это про шоколад а я думал про меня а то они у вас на своенравные я так понимаю уху определенно на самом деле они очень часто говорят вещи противоположные тому что я думаю она минутка завода прошу цар пройдите же уже вас прям не обойти вы слышите ручение на самом деле нет вы серьезно думаете та самая пума не знаю нет это очень похоже на медведя что я не пойму откуда я не пойму откуда с какой стороны с какой стороны что это кажется это снова в моей голове я да надоело я не буду это делать наверное не надо я не знаю я думаю я не знаю я не знаю ааа, как громко так, меня на порядке настало слушать, а это не опухоль? что? это вы сказали или они мне сказали про опухоль? да какая? в каком смысле? в голове иногда бывает опухоли, я слышал и вот они создают вот вроде бы подобный эффект может и в мистера Райда? а это лечится? не знаю просто мышь сель такая в голову вдруг пришла это, насколько мне известно, лечится только разрезанием головы там это еще не очень хорошо изученный процесс насколько мне ведомо а если так хреново дело я даже не знаю как это диагностировать надо скрывать иначе кто-нибудь меня о нет, не хочу об этом думать даже я не думаю, что это надо скрывать да я уверена, что у меня этого нет надеюсь что-то не так можно кстати куда я поставила коня? не представляю не представляю может где-то участка оставляла надо палатку разложить лучше 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 дворами под вечер под вечер мне с трудом удается все держать под контролем под вечер держать под контролем днем я еще хоть как-то но сейчас у нас ладно это слышать и какой секунды? что? головы вроде бы на месте родах не не к не 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 Ну, тихо, 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 ты что? Добрый день. Вы меня отец мистера Ронайт? Что с ним? Ничего, он довольно приветливый. С кружечкой идет, поздоровался. А просто схожие черты лица и волосы. О, да? Не знаю. Мало ли. Что-то у меня сердце... Ну да, вам тоже добрый день. Так, ну что... Я думаю, стоит пойти в лагерь. Там, наверное, не так шумно, не так много людей вокруг. Нет, там, конечно же, тоже есть люди, но... Так. 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 Дышим, будем, атака. Спокойно. Дождик освежает. Дождик освежает. Мне кажется, вам сейчас вашу шляпу сдует с головы. В смысле? С вашей головы на мою? Обратно? Нет, я же вам ее надела в поколении. Вам стоит немножко поправить. Вот, как лучше. Секунду. Вот так. Водички. Сначала... Да, водички точно необходимо. Да. Как это нету? Как это я даже с начала и не заметил. Видимо, вы меня околдовали. Что я умираю уже с жажды. Я тоже. Кажется, это немного заразно. А я понял, что... Эх, мои печали колдовать я не умею. Что? Гриб? Здесь вырос гриб. Какой гриб? Какой-то. Я не разбираюсь. Я не вижу никаких грибов. Я лучше его не буду трогать. Может вам чутиться? Нет. Абсолютно точно, как те жабы, я вижу гриб. Какая вкусная вода. Какая вкусная вода. С неба идет вода, а мы пьем воду. Чувствую себя немного нелепо. А я вам говорил, вода повсюду. Хотя какая разница? Вода везде. Она внутри, она снаружи. Она настолько глубоко внутри нас, что она неотъемлема. И бояться ее глупо. Я не боюсь воды как таковой. Я понял, вы боитесь глупины. Я просто не хочу попасть на дно. На дно. Прекратите, пожалуйста. У меня аж мурашки бегают. Какая цель? А что страшного на дне? Дно ничем не отличается от этого тротуара или... Вполне себе возможно. Главное захватить с собой побольше воздуха. Если к вашим ногам не привязано и не приковано ядро, то дно это лишь помощник, чтобы оттолкнуться и быстрее всплыть. А что если... К ногам и рукам ничего не привязано и к шее тоже... Но... Что если вы... Вы за... Вы за... Вы за... Не... Не могу сказать. Все хорошо. У меня сказать за вас? Что? Если я догадаюсь. Я просто ничего не догадался. Ну... Давайте попробуем. Ну... Получается шарада, да? И... Что если что? Камешки в карманах? Или вообще не связано с грузами? Или это метафорический груз? Она... Частично... Частично связана с грузом. Он просто... Он... Не... Частично... Меня касается он... Он... Вы... Простите... Сейчас... Секунду... Он... Он... Вокруг... Эм... Кто... Кто... Кто вокруг? Груз... Груз... Вокруг... Металлический... Вокруг... Металлический... Вокруг... Эм... Свинец... Смерть... От свинца, которая погрузит на дно? Нет... Нет... Эм... 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 Железо... Эм... 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 Прутье... Железо... Видимо пока стоит перерыв, да? Металлическая... Да... Всё... Всё хорошо... А давайте я тоже на вас помашу. Нет, не надо. Да, как это свежо. Вместе подышим. Все же замечательно. У меня кружится голова. Это тоже все нормально. Буду пытаться вас ловить. Все хорошо. Поймал. Мы должны стоять ровно на ногах. Мы должны стоять ровно на ногах. Уходим. Кажется. я а вы еще почти в сознании все вокруг так а так тихо не буянь подозды придерживаем ляди вообще я спереди положу колени капитана это так увлекательно я лежу да мне что могут лошадь такая большая голова кажется что сейчас было а да вода что на Вы на ноги хотите уже или как? Да, нет, я бы немного посетила костра. Надо почистить револьвер. А то меня успокаивает. А какой левый-правый костер? Куда угодно. У меня нет собаки. Пока не вижу, где она. Ну, получается, к тому, с которым в тот раз не удалось. Этому. Аккуратненько. Ага. Яблоко. Честь на столик. Так будет удобнее. Ну, а столик, так а столик. Аккуратненько. Что. Ну, это очень бухгалтер. Бухгалтер-пиге. Неверной. Чем-то. 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 Может быть, чем-то. Залипла. Так. Вот он блестит. И тот, кажется, блестит. А вот так? Чудесно. Вот здесь, кажется, не блестит. Я очень люблю этот процесс. Вы не представляете, насколько. Опять я с тобой на вы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Черт. Как у тебя настроение? Можешь мне что-нибудь рассказать интересное? Что за сегодня происходило? Конечно, могу. Я спросил, этот револьвер чем-то выделялся? Что любовь его чистить? Что любовь его чистит? Или любое оружие? Мне просто нравится, когда оружие блестит. Предположить, что из-за его не самой новой модели, что именно этот чем-то выделяется. А когда блестит, я еще предположил, что в отражении вы видите себя и фокусируете свои мысли на себе. Становитесь едины или не так? Так. Возможно. Возможно. Да. Не исключено. Смотрите, как он блестит. Вы видите, как он блестит? Только на меня не тыхи. О, я извиняюсь. Смотри. Оп. Оп. Такой блеск. Пау. Листит. Так, расслабляюще. И вообще очень весело. Вам хочется пострелять. Ну, не вижу сейчас в этом никакого смысла. Тратить зря патроны, когда они могут пригодиться немного в будущем. Пуф, пуф, пуф. Ммм, отлично. Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я вижу, тяжелые ваши карманы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы не сказала, что приятнее, но гораздо проще Субтитры сделал DimaTorzok 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 Много нераскрытых загадок, эра нераскрытых слов, но если они вам дожди, я не лезу в душ. А, это... это вы меня? Я что-то... столько шума в голове услышала. Эм, мы будем верить капитана. А стоит ли? Ну да. Я говорю, много у вас недомолвок, нераскрытых тайми слов за сегодня и за вообще минувшие дни. Но если вы не хотите ничем этим делиться, не смею лезть в душу. Ну, обычно это мое занятие, лезть в душу кому-нибудь. Ну, на самом деле. У вас это очень не получается. Почему? Потому что вы с мистером Райтом практически сегодня были наравне. Но с мистером Райтом, я так понимаю, это не так давно. А с вами это уже семнадцать лет, как вы сказали? Или с семнадцати лет? Это... А то... Нет... Я не помню доподлинно... Ну, да... А, хотя, да, наверное. Может даже и пораньше. И да, у меня нет ни тайн, ни проблем. Не было бы ни тайн, ни проблем, вы бы не говорили, что не стоит может говорить то, что у вас опухоль. Или что-то вроде того. Ну, потому что если вдруг об этом подумают какие-то другие доктора... Они лишь разведут руку. Мне просто... Они лишь разведут руку. ...расверлят голову или что-то вроде того. Мне бы не хотелось такого. Разве это... ...недобровольно делается? Обычно нет. Сурово. Потому что если до этого доходит, значит... Ах... Значит, с человеком огромные проблемы. И он докучает окружающим. И... Сильно вредит им. Стоит побояться за мистера Райта. Знаете, после таких... Эээ... Процедур... Люди... Ах, ты подлый ублюдок! Ты снова здесь? Что? Иди сюда, я тебя зарежу, тварина. Ты уже понял, да? Иди сюда, бля! Скотина, я тебя помню! Гнида. Бифштекс недоделанный. Какой наглый ублюдок! А что это был, олень? Это был тот самый олень, который сегодня утром меня боднул. Тот самый? Я не сомневаюсь, что это был тот самый. Он сказал вам, как его зовут? Нет, но... Такая же наглость. И целеустремленность. Да... Это так... Мило... Я поначалу подумал, это собака там бежит. А потом, когда понял, кто это... Хотел не пожалеть на него последнюю пулю. Да. Ах... Значит... Он... Один раз вас... Победил. Верно? Да, мы бегали вокруг да около, но у меня уже не оставалось сил, я пытался его пнуть. И этот подонок... Слегка меня зацепил своими рогами и убежал. Это было с утра. Надеюсь, он не травмировал? Нет. Но он мне запомнился. Хорошо. А то это было бы печально. А я так понимаю, я запомнился ему. Какой наглый ублюдок! Нет, ну вы видели? Он же целенаправленно шел отсюда. Вернее, сюда. Ну давайте догоним его и... Пристрелим. Я пытался еще утром его догнать и тогда еще не пожалеть пулю, но... Как и сейчас, пуля ценнее его паршивой жизни. Ну, у меня есть... Надо было его застрелить. Может, пойдем найдем? Вы думаете, у нас удастся? Не знаю. Вы же сказали, что у вас есть более ценные применения. На будущее. Ну, чем не ценно... Отопстили животному за то, что оно глупое. Может и так, а может и просто... Отнести то, что... Сместникова... По-моему, за это будет штраф, если... Без лицензии это сделать. Какой-то там... Налоговый или что-то вроде того. Там какая-то... Ну, это на доске объявлений что-то там висело. Опять эти сложности. Ну да. Тогда нет. Тогда... Можно просто... Плюнуть на все и растереть. Максим вон, можно тому приятелю справа позади от нас отдать этого оленя. Но он нам не заплатит. Кто это был? А вы спрашивали? Нет. А смысл спрашивать, если у меня нет оленя? Ублюдок и опять ушел. Ублюдок и опять ушел. Плюнуть... Которая пекла. А вы о чем-то задумались? М-м-да... М-м-да... М-м-м... Ну ладно... М-м-м... М-м... 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 ну я же не являюсь богом каким бы то ни было давайте начистоту бога нет мы выдумываем что хотим и верим во что хотим там на море мы верим я знаю что я знаю что я про чем я осознаю что я грешница ну что поделать такие у нас неплохие отношения то из чего вдруг решил что что-то грешно что-то не грешно сложно судить в зверином царстве нет никаких угрызений совести если лань забодала льва который пытался ее съесть или лев который съел эту лань или если лев убил другого льва за территорию люди тоже звери самые страшные в мире звери потому что самые сообразительные наша сообразительность порог бывает ядовито как змеиный яд а то и того похлеще как вы красиво говорите капитан слушала бы и слышала бы ну раз вот так прильнули близко ко мне то а что вам еще рассказать такого лесного такой разговор мне по душе это даже диалог был бы это монолог было бы очень проблематично и печально скорее всего для меня но если бы и в обратную сторону не сомневаюсь вы тоже были опечалены может быть для меня боевые ли эти проблемы совсем другого рода хотя у вас револьвер не конечно не но не 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 Револьвер, конечно, хорош, но он не сравнится с Мушкетом. Мушкет безнадежно устарел, как мой корабль. Я бы его поменял на пистолет-волханик. Но я пока не... Это еще лучше. ...не сумел с этим стариком договориться, которого никогда не нет на месте. Ну вы же мне потом покажете свой пистолет во всей красе. Пистолет или Мушкет? В красе в действии имеется в виду или что? Мушкет можете показать сейчас. Где-то вооружение, да? Я пролистал. А есть место-то? Есть. Я знаю. Ну, если это были не двухсмысленные намеки, то... Вот. Эм... Понимаю. А если были двухсмысленные намеки, то... Само собой. Но не прям здесь. Я думаю, люди это сочтут абсурдом. А нам будет неудобно. Интересная вещь. Вообще, оружие это замечательное. Вообще, оружие это замечательное. Оружие это лишь средство противоборства против другого оружия. Что верно, то верно. Здоровее! ГОВОРИТınız. Как же? ГОВОРИТまだ... Оставайтесь. Ну вот. Я думаю, что есть. Оставиться в тк угр Momoо. Здоровая также Christ за 화장 sink. Это так羅ifier 최естная вещь Мы им méth bible о том, logr и Sad Kuо я им nächstenväuh четыре года. ?? Сколько только kah... ДО же, тебе не немый... 오, да, chocolate. Оставайтесь не надо. Пиво я практически закончилось. Так знойно, что позади вас всё плывёт. Да? Вы только огорнитесь. Ну-ка. Не знаю, не замечаю. Я вот уже насколько здесь сижу с вами, и это завораживает. И дополняет картину, в которой вы центр. Центр пламени? Если так угодно. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот не знаю, но проверять я это, конечно же, не буду. Знаете, если ей придать достаточно ускорения, она вполне себе способна разбить голову. А он наконец зной спал, и дождь. Мне кажется, или рядом я слышу, что это енот. Опять эти паскуды? Что они на этот раз хотят украсть? Я не вижу, не слышу ни одного. Только... этого... опоссума. Да? Ну, значит, я ошиблась. Так, непорядок, так мокнуть. Может быть, стоит разложить палатку? Возможно. Тогда сейчас... стоит быстренько допить. Не торопайтесь. Я могу ее разложить сам. Ну ладно. Да-да. Только посмотрите на себя. Что это? Ты кто такой? А тебя можно взять и посмотреть? А давай, почему нет? Открыть. Пустой. Э? Ладно. Пустой так пустой. Как-нибудь так. Ой. Заморозка. Эти заморозки. Вылезай оттуда. Да. Криво, косо. Так лучше. Я гляну. Да? Лучше? Не лучше. Хочу ниже. Криво. Ну, ладно. Там на дороге возле вашего коня какая-то пустая коробка, она вам нужна? А, это было ещё с самого утра, как я устала. Она действительно пустая. Ну, на ней можно внутри палатки удобно распивать остатки рома, или... ну, в общем, как столик. Ну, можно. Ну, тогда я её принесу. Уберяйте. Эх, эх, всё равно криво-косо. Под таким наклоном в палатку мы не скатимся? Эээ... Эээх... А теперь... И сейчас нет. Установить, установить, установить... Ю ты подонок. Свара-срака. Сейчас, одну секундочку. Свара-срака. Продолжение следует... Неужели не забавно, как мистер Райт сегодня дергался на месте, представляя, будто его кто-то толкает, или, не знаю, может быть, его кто-то бил? Не дают ему прохода. Это так интересно! Это не забавно, особенно ему. Ну, ему-то не забавно, но... Ладно, не обращай внимания. Это врачебный юмор. Чтобы совсем не сойти с ума, так же, как и пациенты, нужно иногда посмеяться над проблемой. Понимаю. Но это, мне кажется, может перерасти в сумасшествие тоже. Почему? Ну, из раза в раз, словно бы себя вгоняя в подобное состояние. Оно станет то ли привычкой, то ли естеством. Или нет. В общем, если... Делать вид, что... Ты псих, то рано или поздно ты действительно можешь стать психом. То есть, если смеяться, то... Прямо это. Угу. 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 Так, что интересного ещё капитан может рассказать о своих странствиях? Может быть, даже сегодняшних? Сегодня очень ужасный день. Думаю, лучше его первое начало. Меня очень волнует, что же произошло? Там реально была бойня. Там было дофигища какого-то народу. Ну, сначала они начали забрасывать зажигательными смесями дом. Мой конь был не привязан, этот поганец не захотел. И начались выстрелы. Я как дурак бегал за этим конём, пока свистели пули, благо ни одна не попала в меня. Потом мы все в рассыпную и добрались до города, чтобы взять подкрепление. И уже с ним вместе мы расквитались за бедного мальчонку имения мистера Найта. Бедного мальчонку? Да. Там убили какого-то мальчонку? Да, убили ещё там работников, но мальчонку, я так понимаю, мистера Найта будет более всего шалко, потому что это был его сынок-пасынок или кто-то такой. Ааа, да, наверное, грустно. Ну, может быть, что-то ещё происходило сегодня? Само собой, это ещё не закончилось. Когда всех людей, которые с Агнестреаном перестреляли люди с винтовок, из еле стоящего обгоревшего дома вывалилась гурьба каких-то полудурков полураздетых, как их опознал мистер Райт с подобных штату Лимойну какие-то, с болот. Да что ты говоришь? А потом, а потом в городе же, вы видели? Ещё сумасшествие продолжилось тем, что... Я упустила. Если вы про то, что кто-то кого-то убил... Кадлиликан напрямую возле капитана из дробовика выпустил, я не понял, сразу два выстрела или один, но в общем, головы не стало. Передав привет от мистера Полли, что ли? И... Кого это он так? А как мне сказали, это была леди из розы. А это какая-то местная банда. Местная банда? Я что-то слышала. Местные банды... Тут город обступили какие-то местные банды. Я думаю, это всё, что не знаю. А что за банды такие? Насколько я понял, две. Это... Роза... И... Черепа. Вот один из черепов застрелил розу. А третье понятие они имеют. Говорили они возле Валентайна Труц. Мисс Стокер предположила, это... Красные рубахи. Какие-то... Странные... Не знаю, в общем, что за Красные рубахи. А хотя... По-моему, они что-то подобные... Я что-то напоминаю. Тем кавалеристам, которые тут якшались, шатались. За все старые норовы. Норовы. Меня интересует... Только... Не прошлое, а вот нынешнее. Я думал, вы скажете мясо. Мясо? Какое мясо? Не знаю, может, это метафора. Может, это метафора. А может, и не интересует. А у вас уже настолько были сильные припадки с головой? Или оно усугубляется раз за разом? Припадки с головой? Голоса... Это... Довольно грубо звучит. А что, они же нестабильные? Я же вас не оскорбляю. Я не оскорбил. Извиняюсь, если оскорбил. А как это... Правильно окрестить? Это лучше вообще никак не называть... Но это есть. И что-то подобное есть у мистера Райца. А что-то подобное еще говорил мистер Грейвз. Как можно лечиться самому и лечить других. Одно другому не мешает. А я предположил, можно изучать по-другим... Их структуру. И пытаться делать свои выводы... Чтобы излечить свои проблемы. Я стараюсь. А, то есть... Могут быть... Ну, себя лечить гораздо сложнее. Само собой. Ну, в ответ на ваш вопрос... Да, такое уже бывало. И чем больше проходит под эти дни... Если это доходит до... Неделя, там плюс-минус... То это становится невыносимым... Для меня самой, в первую очередь. Но так... Ха! Ерунда на самом деле. Ну, если бы вы говорите, что это ерунда, я вам верю. Почему вы всегда меня угощаете чем-нибудь? Потому что мне есть чем угостить. И потому что... Совсем не против, и я. Это... От хлебу. А вы... Так приятно со мной этим делитесь. Вам нужны более весомые мотивы? Или вы думаете, тут есть какая-то... Подоплёка крыс? Нет. Хорошо. Мне нравится. Я просто интересуюсь, что вами движет, капитан. Конечно же, вы. Сейчас со мной движете вы. А завтра может кто-то двигать другой. А сейчас буквально... Все верно. Теперь мой капитан. Кромогласно заявляю, что дальше мы держим курс на плоскость. Ну и так в этой плоскости. На этой плоскости. Не совсем на этой. Это... Приказ. Не смею не подчиниться. Что? Что произошло? Трагнул? Все, ведь в порядке. Окей. Более чем. Понял. Принял. Ну, тогда да. Тогда... Ой. Ну ладно. Отлично. Продолжение следует...